Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол Это Жизнь, и мы продолжаем нашу кругосветку FIFA 23. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рад вас всех там увидеть. Итак, расписание на сегодня. У нас выездная игра в чемпионате против Утрихта, также старт зимнего трансферного окна, домашняя игра против Иглса и также домашняя игра в чемпионате против АЗ. Ну что же, против Утрихта мы отыграем первым составом, потому что, ну, последняя игра в 2022 году, поэтому как-то хочется на хорошей ноте закончить состав Утрихта на ваших экранах. Поехали! Итак, выездная игра Утрихт против Херенвена, матч чемпионата Голландии. Вот в последнее время у Херенвена трудно складывались ситуации, именно в последние матчи выкарабкивались из трудных матчей, еле-еле одерживали победы, но связано это с тем, что состав очень массивно начали ротировать, чтобы попробовать разные сочетания футболистов на поле. И какие-то вот, ну, все-таки свои из этого положительные аспекты можно взять. А вот так вот Артем Довбик выводит Херенвен вперед, отлично удар левой ногой. И уже на шестой минуте Херенвен выходит вперед в последней игре этого календарного года. Сам будет проходить. И отличный подавать. Можно забивает Ходж Донг. Отлично, 2-0. Исключительная атака сейчас была. Все сделано было как надо. Отлично в дриблинге себя показал Киркес, но... За это ему и воздалось голевая передача на его счету. Отлично. Здесь свой контроль показал. Хорошая, хлесткая такая подача. Голкипер, как мне кажется, здесь тоже провалился. Должен был на выходе играть. Почему-то я не стал. Но вот Ходж Донг забивает очередной гол в этом сезоне. Супер. Халилович. И замечательный пас на Артема Довбика. Проходит, а может с левой ноги еще раз. И получается бильярдный гол Довбика на 45-й минуте. От штанги в другую штангу. И мяч аккуратно залетает. Еще раз смотрим, точно ли Довбик правша, мне интересно. А может быть и нет. Поэтому он у нас не забивал за то, что думал, что он правоногий. Надо будет еще раз это посмотреть. Но у него сегодня два гола левой ногой. И 3-0 к перерыву Херен Вен разносит Утрихт на выезде. Так, ну вроде там никому желтую не показали. За нарушение в центре поля, которое вот было. А вот подача и Дост забивает. Казалось бы, ничего не предвещало. Но вот Бас Дост забивает на 56-й минуте. Угол престижа. Может быть хоть какую-то интригу это возродит. Но, ну не знаю. Здесь чисто угловой. Стандарт есть стандарт. Но трудно кого-то здесь обвинить в этом моменте. Передача дает на Тернстрэм. Дост. Удар здесь отличный был. В атакующей 3-й от Утрихта. Так, Дост. Опасная какая-то передача. И пропускает Ноппер. Что с Ноппером вообще стало во втором тайме, я не понимаю. Моментов вообще у него не было возле ворот. Всего лишь только два удара. Один с углового, другой сейчас. И в итоге Утрихт совершает чудо. Ну забивает два мяча. Все равно еще проигрывает. Хоть там и 89-я минута. Но Нопперт. Что ему здесь не хватило? Просто выходил. Никак почему-то не складывался. Это очень странно было. И вот Берлис Гонсалес забивает. И счет теперь в минимальную пользу Херенвена. Так, опасный момент. Авила. Сейчас вот главное. Не пропустите удары Дост. Вы серьезно? Что за бред сейчас? Произошел в обороне. Вот именно в эти последние минуты. Еще и своим сильным ударом. Здесь Дост вообще никто не накрывал. И в итоге Нопперт. Я не знаю. Он как будто даже уже уворачивался от мяча. Ну, Утрих сделал камбэк. 3-3. И тут все. Прям на последней секунде все это произошло. Херенвен теряет очки. Но ведь играли-то первым составом. Ну, по их джи здесь да. Тут и у нас что-то, значит, такое вот залетело непонятное. А может быть и гол Довбека. Но дальше я не знаю. Ну, как-то вот так. Лучшим там, скорее всего, стал Дост. У нас Киркес. 8-5 оценка голевую отдал. Эвик тоже с голевой передачей. Ходж Донг. 1 гол. Довбек. 2 забитых мяча. Сообщение от Ланга. Мне нужно чаще играть. Я слишком мало выхожу на поле. Это плохо для моей карьеры. Напомню, что мы его взяли как свободного агента. Поэтому не знаю, что с ним делать. Ну, по факту мы его выпускаем как только можем. Поэтому такой он даже здесь больше. Да, роль у него неважного игрока, а рационного. Итак, сборная Ирландии нам предлагает стать их главным тренером. И Брагинович отклоняет. Пришло сообщение от помощника тренера у Анаса Тахири. Плюс 1. Показатель к рейтингу. 1 единица. Поэтому давайте пересмотрим его план развития. Может быть, стоит поменять. Вот, возьмем полузащитника с отбором мяча. Ну что же, у нас 1 января Колосина отозвали из арены. Арены, да. Из аренды. А Андерлехт его забирает из-за того, что мало практики у нас получал. Аль Хаджи ушел в Копенгаген на полгода в аренду. Исмаиль в Андорру на полгода также. Тима Зааль ушел в Маритима. В Андервельд ушел в Раков. И вот как-то так. У нас первое число и несколько игроков я понаходил. Денег у нас вроде как вообще нету. Вот 224 тысячи. Поэтому мы будем сейчас заниматься именно подписанием либо свободных агентов, либо тех игроков, у которых заканчиваются контракты в будущем сезоне. Ну что же, понаходили нам игроков и сейчас все игроки. То есть там у нас бельгийская вроде лига и голландская. У кого и контракты заканчиваются, есть игроки и кто просто свободные агенты. Из-за того, что у нас забрали Колосина, я предлагаю забрать Флорина Танасе, румынский футболист. Вот, пенальти неплохие, выносливость тоже. Ну вот, чтобы как-нибудь там логично забрать его, продолжил бы у нас, возможно, он карьеру. Ну а дальше посмотрим, почему бы и нет. Давайте начнем обсуждение. Не знаю, хватит ли нам там вообще денег на его контракт. Потому что давно вот это вот было подписание все у нас. Похоже, что нет. Потому что рекомендуемая зарплата 12,5 тысячи, а у нас в неделе бюджет 4. Ну давайте посмотрим. Вдруг выйдет на 3 года. То есть, похоже, он не хочет уходить, да. Хочет просто завершить карьеру в Хэринвене. Ну, посмотрим, сколько. А мы максимум можем 8 там предложить. Поэтому как-то так. Ну давайте попробуем, почему бы и нет. Так, 8 тысяч. Видите, они и подписной бонус хотят, и всякое такое вот. Так, а если вот это забрать и полностью. Будут ли согласны? Нет. Поэтому, ну, мы завершаем переговоры. Денег, как вы понимаете, у нас вообще нету. Так что, более-менее понимаем там. 4 тысячи еще можем потянуть. Также есть вот такой вот интересный футболист, Федерико Матьелло, играет за Иглс, и у него заканчивается контракт. У нас есть молодой правозащитник во втором составе, 20-летний, но по рейтингу он вообще пока что не подходит для нашего состава. Нам надо усиляться, поэтому его, возможно, бы сдали в следующем сезоне в аренду. Поэтому давайте попробуем договориться о подписании на следующий сезон. Вот именно с Матьелло тоже, видите, зарплата от 8,5 тысяч до 12. Ну вот, будем пробовать. Так, роль в составе. Ну, поставим важный. Вот, точно уж не ключевой. А, насколько он давать на 3 года, там до 30 поиграет, там посмотрим. В любом случае-то сейчас зарплату мы его не вывезем, и все на этом. Сколько? Ну, 4 тысячи. Будет ли он согласен? Ну, знаете, кстати, да, более-менее это замечательно. Чуть-чуть, если даже поторговаться, может быть, что-то и выйдет. Вот, давайте 4,5, здесь 30 тысяч подписной бонус. Так, они 5 уже хотят. Давайте хотя бы бонус тогда. Там, 35 сделаем. То есть сейчас вот копеечку-то надо беречь. Все, Матьелло мы подписали, поэтому он к нам придет в следующем сезоне. Ну, вроде как, неплохой игрок. Сезон 2 для нас, тем более это уровень голландской лиги, вот, из Иглса. Поэтому, ну, посмотрим. Рейкинг цены замечательно, потому что подписали его действительно бесплатно. Все. Ну, вот командный игрок, кстати, не смотрел его другие позиции. Придет к нам в следующем сезоне, но вот, получается так, что не хватает нам денег. Теперь уже точно ни на кого. Вот, ну, без нападающих будет у нас Довбик, Хойджи Донг и Фамие. Поэтому вот, самую такую вот проблемную зону второго состава мы закрыли. Это как раз Али, правый вот защитник. Почему бы и нет? Пока что да, будет у нас 3 нападающих в составе на оставшиеся полгода. Но, мне кажется, если при активной ротации, то все 3 нападающих будут получать хорошую практику. Поэтому, думаю, уставать мало кто будет, если вовремя, конечно, делать замены. Ну, и также не забываем, потому что сейчас и нам могут прийти предложения, потому что команда идет на первом месте, у всех на виду. Могут кого-нибудь да и собрать. Сообщение от помощника тренера про Павела Бочневича. Тоже у него положительные результаты по рейтингу уже, плюс 2 за этот сезон сделал. Поэтому давайте поменяем ему план развития. Ну, кстати, нет. Также и оставим у опекуна. Вот самый минимальный вот срок получения до 73-го рейтинга. Ну что же, нам пришло сообщение от Али как раз. Тренер, я уверен, что буду полезен как правый фланговый защитник. Дайте мне шанс. Ну, это действительно его шанс. Давайте мы посмотрим на него в игре против Иглса. Вот. И как раз посмотрим на игру нашего будущего игрока, которого вот мы подписали на позицию Али. Ну, Али уже точно в аренду идет у нас в следующем сезоне. Поэтому пока что у нас только середина января. Ну и предложение ни одного. Вот предложение мы не получили по нашим игрокам. Очень обидно. Так, ну и по составу сделаем вот так вот. Нопперт неубедительно провел игру против Утрихта. Поэтому сыграет Маус на воротах. Вместо Ван Оттели я поставил Авилу. Ну и все. А так это чисто второй состав. Довбик с Фамиев нападением. Посмотрим, что выйдет. Ну и, кстати, наш правозащитник сегодня даже не в стартинге. Какой-то другой Дейл играет. Поехали. Ну что же, первая игра. В 2023 году. Херенвен принимает Иглс в рамках чемпионата Голландии. Ну вот. Как год этот начнешь, так он и будет тебя сопутствовать по ходу всего сезона. Поэтому надеемся, что начнем мы его с победы. Отлично проходим. Пас на Фамиев. Очень сильная снова передача. Но, но все-таки как-то вот получилось это замкнуть. Я не знаю как и кто это. Это Халилович? Скорее всего, да, десятая минута. Фамиев как-то так прострелил даже. Я не знаю, ударил, не ударил. Ну и вот Халилович просто занес этот мяч вместе с собой в ворота. Еще раз смотрим дофбик. Казалось бы, хорошая передача. Но здесь просто так вот в Халилович это мяч и попал. И он вот так вот загреб мяч в ворота. Но 1-0. Халилович открывает счет голам в этом году. И вот уже седьмой гол в сезоне. Первый гол в 2023 году. Так, спокойно, Эдварсен. С мячом и Маус, молодец. Но будет угловой здесь не успел отяталлах. За этим мячом. Интересный пас. Маус выходит и удар от ворот будет. Рикошетом мяч в нападающего попадает. Сейчас будет только два тех игрока, которые могут кого-либо заменить. И вот так вот пропускаем. Игл забивает. Но здесь чисто мои какие-то уже ошибки пошли в защите. Здесь пролетел. Ну и вот отдали вратаря на съедение. Отлично пробили. Снова надо выходить, стараться вперед. Так, опасно. Тесфалдет. И Маус пропускает. Ну вот. Концовку тайма смазали. Игроки Херенвена. Пропустили. Дуплетом так же, как и против Утрихта мы пропустили. Артем. И шикарный пас на Фомье. Но надо забивать. И Фомье забивает. Сравнивает счет в этой встрече. Ну а Довбик отдает голевую передачу. Ну так как-то странно. Я тут думал он Фомье правша. Может быть он и правша, но он пробил почему-то очень странно. Я ему специально с подкрутки под правую ногу делал. Он пробил с левой. Главное, что забили. Снова Фомье. Пас на Довбика. Келерт. Так, Фомье. Ну отлично. С мячом он дальше-то проходит. И подает даже, но... Довбик вот здесь. Вот он этот момент, где надо себя показывать. И... И забивает Тимоси Андерсон. Отлично. 80-ая минута. Херенвен наконец-то за этот матч снова выиграл. Он вышел вперед. Финальный сесток. Минимальная домашняя победа. Херенвена над Иглсом. Ну... Знаете, такой интерес, конечно, в футбол показали. Уж точно для болельщиков он интересный. Но... Снова мы пропускаем. Снова пропускаем. Много. Потому что, ну, два мяча за игрой, это очень много. Вот. Что с утрих там три пропустили, что здесь два. Это очень все плохо. По ожидаемым. Но здесь Иглс наиграли. Без вопросов. Это мы как-то там вот отскочили. При Иглсом. Там сколько? 2.1 у нас был. Поэтому вот. Лучшим игроком признан Фамие. Забил он. Важный гол, который сравнял. Счет 2-2 сделал. Доббик отдал две голевые. Тимось Андерсон забил. Ну, получается, победный вроде как гол. Вот. Ну и Халилович открыл счет сегодняшней встречи. И получил, к сожалению, травму. А вот Халилович травмировался и получил перелом пальца ноги. И на три месяца он у нас выбывает. Эвик нам пришел сообщение. Тренер, я честно беспокоился, что вы планировали меня заменить. Просто появление в команде новых лиц в купе со всеми этими слухами из пресса выбили меня из колеи. Спасибо, что все прояснили. Так никаких новых лиц-то нет у нас в команде. Он придет к нам в следующем только году. И на Ван Эвик это точно никак не скажется. Он у нас основной игрок. Сборная Румынии нам предлагает стать главным тренером. Мы отклоняем. Итак, Хае. Нам пришел сообщение. Тренер, я хотел сказать, что прекрасно себя чувствую. Сейчас Тибор Халилович в составе. Я готов его сменить, если я вам нужен на следующую игру. Я подумаю. И Бочиневич нам пришел сообщение. Я в хорошей форме и прекрасно себя чувствую в последнее время. Надеюсь, вы не ставите меня на скамейке в следующей игре против АЗ. Ну и у нас последняя игра в сегодняшнем выпуске. Первая строчка играет против третьей. У нас 9 очков лидерства над АЗ. 8 очков лидерства над вторым местом. Поэтому будем стараться. Вот. Ну вот в прошлый раз мы просто вынесли АЗ на выезде. Это было в октябре. 6-1. Мы их обыграли. Киркес тогда феерил. Ну вот надо сейчас посмотреть. Тем более играем дома. Но вот с обороной у нас какие-то стали проблемы в сегодняшнем выпуске. Ну что же. Игра против АЗ. Играем дома. Снова я даю шанс для Нопперта. Вот. В составе вместо Халиловича теперь у нас играет Келерт. Вот. Ну. Состав в наших ранах. Поехали. Итак. Херенвен против АЗ. Чемпионат Голландии. Первая строчка против третьей. Поехали. Но тут сразу штрафной. И на пятой минуте Карлсон подходит к мячу. Удар. И я уже думал все это гол. Потому что такие удары часто залетают в этой части FIFA. Ну. Этот парень давно был кандидатом в стартовый состав. Но вот. После травмы Халиловича. Абсолютно заслуженно. Это место занимает Келерт. Пас на Ольсона. Тут обратно. И Келерт откроет ли счет? Открывает. Вот только начал про него говорить. Он и забивает. Он шикарный за второй состав играл. И шикарно выходил на замены. Когда играла основа. Ну вот. А сейчас. В связи с травмой Халиловича. Будет основным нашим игроком. Ну. А кто знает. Что будет через три месяца. Может быть он наберет шикарную форму. И застолбит за собой это место в стартовом составе. Забивает уже девятый гол. В тринадцати матчах. Даже Дозбик столько не забил. Так. Опасные моменты. Класси. Пас. Отличный прошел. И здесь Павлидис на добивании. Забивает. И снова провал. Снова провал. Здесь мне отобрали мяч. Хотя пытались. Первый удар не прошел. Здесь Ноперт уже снова пропускает. Я не знаю. Ну. Как мы в следующем сезоне будем в лиге чемпионов играть. Потому что скорее всего мы туда попадем. Если так. Мы сейчас идем в чемпионате. На первом месте. То нам точно нужен какой-нибудь классный вратарь. Ну. И желательно. Чтобы реалистичный трансфер был. Какого-нибудь голландского. Надо найти. Дальний удар. И Ноперт. Слава богу. Выручает. Шикарные какие распасовки. Идут. Карлсон пас. И пропускаем. Я не понимаю. Что у нас за провалы в обороне. Вот очень обидно на самом-то деле. Что произошло. Не знаю. Обновления. Вроде в FIFA никакие не выходили. Почему так стала играть команда. Я не понимаю. Так. Спокойно. Ну вот. Опять момент. И вроде как я накрываю. И отбираю мяч. Но все равно. Нападающий смог пробить. Из-под прессинга. Слава богу. Здесь уже Ноперт выручил. Редко наблюдаешь. Но все-таки. Это произошло. И. Слава богу. Ноперт. Сколько там. 15 минут уже прошло. Второго тайма. А у нас никакого даже момента в атаке не было. И. Келлер. На ванна Эвика. Ах. Как же здесь Ван Эвик-то накрутил. Все шикарно он здесь сделал. Переиграл вратаря. Мяч забираем. А. Так он еще и пнул. Я-то думал он просто его заберет. Ну а здесь. Все было просто супер. Вот. Ван Эвик. Действительно один из ключевых. Он самый вроде высокорейтинговый игрок. Нашей команды. Накрутил. Накрутил. Навертел. Забил. Правый защитник. Вроде это его уже третий гол в сезоне. Десекюлерт. И можно туда на Ольсона. Отличная передача. Ольсон. Надо забивать. Такое. Нет. Можно было и поближе наверное подойти. И снова Ходждонг видит забегание Ван Эвика. Ван Эвик с мячом. И гол. Ван Эвик просто сотворил чудо. Два забитых мяча в ворота АЗ. И. Выходим мы вперед. Снова за этот матч. Прямо как против Иглса играли. Вроде бы и первые забили. Вроде бы. Ведем в счете. Потом пропускаем два. И потом снова мы два отыгрываем. Все на этом. Минимальная домашняя победа над АЗ. Снова потрепали нервы болельщикам. Но. В итоге у нас 7 очков за 3 игры. В этом выпуске. По статистике АЗ где-то и лидировали. Но вот. По ожидаемым. Мы получше отыграли. Вот еще одно табло. Но игроком матча. Не признан кстати Эвик. А признан Эвьен. ПФАшник. АЗ. Немножко не хватило нашему правому защитиву. Но забил дубль. Молодец. Кюллер тоже отлично вписался. С первых минут вышел в стартовом составе. 1 плюс 1. Хоть жду на голевая передача. И также голевая передача на счету Ольсона. Сообщение от Бочневича. Я действительно ценю то что вы прислушиваетесь ко мне и даете играть пока я в форме. Ну замечательно. Сообщение также от ХАЕ. Спасибо большое что разрешили поиграть. Тренер. Жаль что не смог дать команде больше в этом матче. Ну что же а вот и впервые предложения к концу зимнего трансферного окна по тому ХАЕ. Хитафи. Представили предложения. Я не знаю. Уровень команды сесть на другой. Хитафи скорее всего посильнее нежели чем Херенвен. Они не вылетали давно уже из Ла Лиги. Вот. Поэтому. Но я не знаю. Стоит ли. Потому что нам надо усиляться к следующему сезону. Сейчас мы продадим ХАЕ. У нас и так травмирован Халилович. Поэтому я скорее всего отклоню. У нас просто не хватит кадров в полузащиту. Если мы продадим ХАЕ. Ну а на этом все. На данный момент мы идем на первом месте. В 10 очков мы лидируем. Тузолис лучший бомбардир. 15 забитых мячей. И Ходждонг на третьем месте. У него 13 голов. Зато Ходждонг лучший ассистент. 12 голевых передач. Ну а здесь смотрите. И Келерт, и Довбик, и Халилович. Просто шикарно. Вот. 4 наших игрока. Супер. Унер Сталь. Лучший голкипер. По сухим матчам. Вот. Потому что у него меньше сыграны. Игр. Вот. Ноперт. Ну на втором месте должен быть. А Бенит и Суш на третьем. Потому что у него 20 матчей. На этом все друзья. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. С вами был Андрей. И канал Футбол. Это Жидан. До встречи, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok